Ребят, всем привет! Сегодня мы с вами едим одну из моих любимых пицц. Я уже ранее о ней говорила. Так что давайте пробовать. Это с лососем. У нас сегодня с вами такое событие. Будем отмечать 9000. Будем отмечать 9000 на канале. Боже, а это... А, это Цезарь. Окей. А тут есть что-выблить на нее. Так. И еще одна пицца. Это моя любимая на самом деле пицца в этой доставке. Это Суприм. Такая вот моя красавица. Ребят, я поставила камеру. Поставила вроде как все, но это не точно. Блин, хочу как-то показать красиво. А она вся, вы знаете, в кадр не помещается. Ладно, давайте есть. И уже по факту будем смотреть. Ребят, ну что, вот такая вот пицца. Вы только на это посмотрите. Это три разных вкуса. Суприм. Цезарь. И это пицца с лососем. Вы знаете, самая дорогая пицца была. И такая она самая невзрачная. Ну ладно. Давайте пробовать. Как бы поставить получше. Фух, я сейчас не переживаю. Все пиццу мы посмотрели. Давайте сейчас сделаю фокус на меня. Вот, ну частично, знаете, я тут пытаюсь как-то химичить, чтобы было видно и меня, и пицц. И все на свете. Кстати, пьем мы сегодня колу. Как вы знаете, обычно мы не пьем. Всякие колы и так далее. Но сегодня я решила попить колки. Что переживаю? Все, Катя, дыши. Давайте пробовать. Ребят, ну я поздравляю нас. Поздравляю себя, поздравляю вас. Говорю вам всем огромное спасибо. Всем тем, кто подписался на мой канал. Потому что нас уже подписалось целых 9 тысяч человек. Посмотрите на этот кусочек пиццы. Такой вот он. Упс, скаперс полетел. Пробуем. Вкусно. Вы знаете, похоже. На бутерброд с рыбой. Мы сейчас с вами сидим На Таком месте На котором я снимала Раньше всегда Пересели. Соус Цезарь Так что Спасибо огромное каждому Кто сделал Вклад Чтобы не было 9 тысяч Корочки не буду есть Уже чуть подостыло Не знаю Но любители, ребят, заказала Чисто для вас Кто, может быть, любит Пиццу с лососем Но я больше люблю классические варианты Давайте попробуем пиццу Цезарь Ой, честно Голодные овощи С помидоркой Смотрите Давайте Давайте мы к нему В соус Цезарь Конечно, пиццу Ой Надо есть Лучше Ну вот Пришел в кафе Она уже Когда постоит Немного не та Я голодная Некоторые мне говорят Некоторые мне говорят Катя Не говори, когда ешь А я не могу Я есть хочу А когда я молчу Вы говорите Чего ты просто ешь Не говоришь Вот эта пицца Это топ Она просто шикарная Посмотрите на нее Ой Кусочки я взяла Посмотрите на эту красоту вообще Это невероятно Я знаете, люблю Когда в пицце Лучок Колбаска Топ О чем хотелось Мне Сегодня с вами поговорить Вчера у меня был эфир Эфир я не сохраняю Они сохраняются Но Они есть на канале Но я их закрываю Почему? Ну эфир Вы знаете Как бы я там не готовлюсь Все экспромтом Такое живое Общение Это в моменте Этот эфир Мне кажется Его интересно смотреть Когда ты на эфире Хотя уже потом Не знаю И как раз говорила О чем сегодня поговорить И все девчонки Как одна Говорят Поговори про любовь Про любовь У них как раз пицца Итальянская Смотрите Что про любовь сказать У многих Такая ситуация Девушка мне написала Мы кстати как раз Историю обсудим Вчера зашла В Instagram Давно туда не заходила Девушка написала Историю Вкусная Пицца Написала историю По поводу Что Типа Она же достаточно взрослая Ей уже там 30 Что не может найти мужчину И у нее были отношения Где она была Ну знаете как Ну все Отдает партнеру А партнер Ну грубо говоря Там чуть ли не ноги вытирает Знаете вот так Я думаю у всех девчонок Там были какие-то неудачные отношения Что Ты любишь тебя Нет Особенно знаете Это актуально В подростковом возрасте Когда ты еще не имеешь Опыта Вообще никакого Ну и ты Тебе кажется Что вот твоя влюбленность Это первый и последний раз Что больше такого не повторится И вообще Ты больше никого полюбить не сможешь И в этот период Ты можешь просить человеку Абсолютно все Там он может тебя Не знаю там Изменять Бить Обзывать Грубо обращаться А ты Ну Находясь в таких зависимых отношениях Ничего не можешь сделать И просто типа Я люблю тебя Не могу без тебя Вот так Ничего Не все девочки Такое Будут терпеть Но многие Такое терпят Я думаю Вы сталкиваетесь Либо сами находились В таких отношениях Либо может быть Там подружки Знакомые У кого-то наверняка Есть такой парень Мудак Который ведет себя Просто как конченный Потом он ей звонит В час ночи Говорит Приезжай И она на крыльях любви К нему полетела Вот Хотя там Только что плакалась И говорила Что никогда с ним не будет Это частая история Вот И Ну Мне кажется Когда ты взрослеешь С возрастом Начинаешь понимать Себя Ценить себя И какое-то отношение Просто к себе не допускаешь Но некоторые Вот в такой ситуации Они живут Да там Уходят замуж За таких мужчин И строят с ними жизнь Вот И у моих подписчиков Такой вопрос Что типа Что со мной не так Я вот делала Все для человека А он так плохо Со мной поступал Вообще Все отношения Были неудачными Не знаю Это так глупо звучит Банально Что типа Все идет Из детства Уже все Кому не лень Об этом говорят Но по факту Все это идет Из детства Но работать нужно С этим сейчас И допустим Если в жизни У тебя были такие ситуации Когда тебя обесценивали Не любили Ты склонен К таким вот Нездоровым отношениям И попадать Вот в эту ловушку Проигрывать Все тот же сценарий Что допустим Там ты Недолюбленная жертва Там тебя все обижают А ты вот В этой своей жертвенности Ну тоже знаете Над этим чувством Над жертвенностью Люди ведь не просто так Все вновь и вновь Знаете Входят в плохие отношения Они входят в них Именно потому Что вот это чувство Негативное Оно очень сильное И соответственно Оно вызывает Много эмоций И конечно Эти эмоции неприятные Но Это знаете Как На жертве Они И приятны В том числе Звучит как бред Но Понимаете Ведь после допустим Такой ужасной ссоры Будет примирение Очень яркое Будут эмоции Это все как Зависимость Да Зависимые отношения Вы зависите От этих Американских гор С партнером И если не будет Такого То вы знаете Как можете сказать А мне вообще С ним Скучно Да Ну С ним Скучно Поэтому Когда мы Говорим Что вот Я не могу Найти Нормального Мужчину И так далее Может быть Вы просто Не обращайте На них Внимания Обращайте Внимание На каких-то Странноватых Типов Чтобы Вновь Проигрывать Вот это Неудачный Сценарий Знаете Сценарий Брошенки Сценарий Меня никто Не любит Какой он плохой Сценарий Плакать с подружкой Мамом По факту Тут Нужно понять Одно Ты у себя одна Нужно себя любить Ценить И Ну вот эти вот Как бы Если тебе нравятся Эти американские горки Лучше признать Это что Окей Мне это нравится И жить Как бы люди Есть те Кто Ну как бы Выбирают Таких партнеров И не жалуются В принципе Они понимают Что это для них Оптимальный вариант Им плохо Им больно Но им Как бы Это нравится Это им подходит Если ты молодая девушка Там без детей Не знаю Ну потому что С детьми Там наверное Сложнее сделать Там не каждый Мужчина будет готов Воспитывать чужого ребенка Но У тебя есть возможность С нуля Построить хорошую Счастливую семью И Для этого Что нужно Нужно проработать себя Да Изначально Возможно Походить к психологу Да Разобраться Почему Именно Допустим Мне попадаются Все время Какие-то Мудаки Ведь Ну Некоторым людям Многим людям Попадаются Хорошие партнеры Ведь Мир не состоит Знаете Только из плохих мужиков Там которые Вот такие вот Мудаки Нет Очень много Хороших мужчин И Они также Находятся в поисках Как и ты Поэтому Тут Говорить что Типа Вот Мне не везет Мне только плохие Попадаются В этом Это не то что Везет Или не везет У этого Есть какая-то причина Вот А какая-то причина Нужно Разбираться Уже глубже У каждого Все индивидуально Ну Конечно Отношения Это работа Здоровые Отношения Двух людей Это не всегда легко Но Если ты познакомилась С парнем Или Влюбилась В парня Даже так Познакомилась И влюбилась В парня А он тебе Говорит Ты страшная Толстая У меня вообще Там есть Какая-нибудь Девчонка Которую я Люблю Которая мне Нравится От такого Парня Надо бежать Даже если Он тебе Понравился Даже если Ты в него Влюбилась Прямо не можешь Как сумасшедшая Потому что В принципе Ты сможешь Заставить человека Ну что Вот он будет С тобой проводить Время Но Вот если Он сначала Так к тебе Относится По-другому Не будет Будет Только хуже Не знаю Девочки Может у вас Были Такие опыты Когда у вас Сначала Молодой человек Грубо говоря Отстань От меня А потом Меняет свою Точку зрения Влюбляется И такой Он весь Беленький Хорошенький Обычно Такие люди Они Ну как бы Понимаешь Возможно Он к тебе Такой вот Не очень приятный Человек А какой-нибудь Другой девушке Он такой Нежный Ласковый Прямо Ой-ой-ой Потому что Он знает Что Ты все равно Прибежишь К нему Что ему С тобой Как бы ты еще Особо ему Не нравишься И вот он Так играет Поэтому Если ты видишь Такое отношение На самом начале Просто Простой пример Точнее Простой эксперимент Просто не пиши Не пиши День Два Пять Посмотри Тебе кто-нибудь Напишет Если нет Вообще Забывай Ну А Забыть Влюбленность Как Можно на спорт Походить Да С подружками Встречаться Но Знаете Многие девушки Так делают Типа Я его не люблю Я хочу его забыть А сама там Знаете Сидит постоянно На его страницах Выслеживает его Это ты Не хочешь его забыть Ты сделаешь все Чтоб его не забыть Если действительно Хочешь Да Там Забыть человека Просто О нем Стараться Нужно Не думать Заниматься Своими какими-то делами И ставить Его не во главу Знаете Там всей жизни А на какое-нибудь Тридцатое место По значимости И может быть О тебе я вспомню Там раз в неделю Вот так А когда мы постоянно Что-то там думаем В соцсетях Среди им Это все Работает наоборот Только развивается Вот эта вот Больная Зависимая Знаете И ломка Не надо вообще Начинать отношения И общение С такими людьми Кто к тебе уже На первой стадии Относится Без уважения Без Какого-то трепета Это просто Бессмысленно Понимаете Доброе коло И опять же Тоже девушка Я не знаю У парней Такие же проблемы Не такие же Я не могу сказать Потому что Сейчас у парней Ничего не знаю Как бы нужно Разрешать Себя любить И понимать И понимать Одну вещь Знаете Какую Последний Ребят Кусочек Нужно разрешать Себя любить И понимать Одну вещь Что ты Очень красивая Что тебя Можно любить Что ты Добрая Веселая Тебя есть за что Любить Ты там Не знаете Не кривоногая Толстух Какая-то Там Или Там Худая доска Нет Ты красивая девушка Тебя можно любить И тебе есть за что Любить И обязательно Найдет тот человек Кто разглядит это И тебя полюбит Вот кстати Девчонки Ток в себе Сомневается И так далее Есть Мукбангерша Вы же ее знаете Которая Цветочек Цветочек Света Как же она Анатолия С Ростова Такая Пухляшка С хвостиком И с мужем И с детьми Цветочек Она была В ТикТоке Но на самом деле Такая молодец У нее надо Поучиться Она Ко всему относится С таким юмором С таким стебом И муж ее любит И прямо вообще Нашла же она Такого человека Понимаете Вот поэтому Не расстраивайтесь Раньше времени Разберитесь с собой Подумайте Почему я не могу Найти хорошие отношения Что не так Может быть Я Каких-то не тех людей К себе подпускаю Да А вот там Приятных людей Хороших Добрых Я от себя Почему-то отталкиваю Да Почему Что не так И вот Разобравшись в этом Вы сможете найти Партнера Именно по жизни Кто будет вас ценить Уважать Любить Которую вы будете ценить Уважать И любить Вот это очень важно А встречаться с теми Кто говорит Да пошла ты Типа я тебя До дома даже не провожу Да зачем ты надо Представляете Вы с таким мужчиной Сделаете детей Допустим Он будет изменять Там уже никакой любви не будет Он будет изменять Бухать Ты будешь дома одна сидеть Да пошел он вообще Жизнь одна Зачем гробить На какого-то придурка Свою жизнь Знаете говорят Лучше быть одной Чем с кем попало Фраза тоже максимально тупая Все ее знают Но Это правда так Потому что Когда ты один Ну ты хотя бы можешь себя развивать Да С собой заниматься А когда ты с кем-то в отношениях То ты уже вкладываешься в человека Целую энергию Вкладываешь в человека И когда Не чувствуешь от этого никакой отдачи Тебе ее плохо становится И депрессия начинается И по итогу все равно Придется с таким человеком Ну скорее всего Расставаться Разводиться Только у вас уже будут дети Это уже будет намного все сложнее сделать Ну и больнее Не только для вас Но и там для детей Для семьи Вообще в целом Не знаю Поговорили Так чуть-чуть Да Тема сложная Все мне просят Историю Историю Обязательно Я сниму историю Когда вот приедет Моя сестра Маша Ко мне Мы снимем с ней вместе Историю Поэтому пока ждем ее Я буду так вот Отвечать на какие-то Такие вот вопросики Я уже наелась Честно говорю Моя любимая пицца Вот это Вообще Я люблю большие пиццы Знаете Большие пиццы Очень много начинки Тут как бы Маленькая пицца Здесь поменьше Вот именно Сам размер начинки Борта такие же Как у большой А вот эта маленькая Я люблю большую пиццу В следующий раз Закажем вот эту Мою любимую Большую пиццу Суприм Тоже ее съедим Вот Ну что Ребят Всем большое спасибо Что посмотрели это видео Я вас обнимаю Слуни Судите строго Это мои мнения У вас могут быть Свои какие-то ощущения Мнения на этот счет Но я считаю Что девчонки Должны себя любить Ценить И не размениваться На каких-то Парней Которые не любят Не ценят Потому что Это все равно Приведет к боли Да Лучше это все Обрубить на корню Да Свою влюбленность Какую-то симпатию Чем потом Когда ты уже К нему прирастешь Нужно будет Это все отдирать Это все Как бы Намного будет больнее Вот Поэтому Внимательнее Смотрите С кем вступаете В отношения В кого вы влюбляетесь Это Влияет На ваше качество жизни Прямым образом Вот Ну все Всем большое спасибо Всем Даю кусочек пиццы Спасибо Что подписались Что смотрите Подписывайтесь И в телеграм Все Всем пока Субтитры подогнал